Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Прямой эфир» и с вами Ирина Кузина. Народный художник Российской Федерации, член областного отделения «Союз за художников России» Людмила Юга получила награду 14-го конкурса «Просвещение через книгу». Второе место в номинации «Лучшая иллюстрированная книга» заняла повесть о Михаиле Ярославиче Тверском «Житие Анны Кашинской». Награждение состоялось в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя. Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла. Его организатор – издательский совет Русской Православной Церкви при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня у нас в студии Людмила Георгиевна. Я очень рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с заслуженной наградой еще раз. Спасибо. Наша съемочная группа вас сопровождала в Москве. Мы видели этот репортаж. Но вот на что я хотела бы обратить внимание. Это вы заставили общественность и власть обратить внимание на историю земли российской? Или просто время пришло? Просто время пришло. Получилась очень такая интересная ситуация. Я была между двумя темами в своем творчестве. И к нам на чашку чая заехала настоятельница клубок монастыря. И начала говорить, ой, Людмила, не знаю, что и делать. Близится юбилей Михаила Тверского, Анны Кашинской. И не знаю, что и делать. А я думаю, господи, так это же у меня сама ангел прилетел и надоумил заняться этой темой. И после этого визита я начала читать текст и делать иллюстрации к этой книге. Совпало время. Время и место. А потом, когда в течение года я сделала 21 иллюстрацию к житию Михаила Тверского и Анны Кашинской, был ряд выставок, было несколько презентаций. На одной из презентаций был губернатор. И мы с ним так очень по-доброму поговорили. Говорю, может быть, мы сделаем вместе с вами книгу. Он так на меня посмотрел, а народа было много. Тут немножко такой мой выход был, может быть, не очень официальный, не очень санкционированный. Он говорит, да, конечно. Ну и так время немножко растаяло. А потом появился митрополит Савва у нас. Я показала ему этот макет. Он говорит, конечно, надо делать. И по благословению митрополита Саввы и при поддержке губернатора и Тверского правительства вышла эта книга в свет. Конечно, книга – это коллективный труд. Это не один художник. Я нарисовала. Николай Владимирович Погорелов отсканировал все иллюстрации, привел их в нужный цветовой профиль. Историк, кандидат исторических наук Галина Сергеевна Гадалова написала исторические очерки по всему этому, объяснения. Текст к этой книге, к этим иллюстрациям я взяла из «Жития», который перевел Владимир Исакович Захаров. Это, опять же, все это Тверская земля. И, конечно, когда книга была готова, когда уже было обещано финансирование, которое выполнилось моментально, и тут большая благодарность коллективу полиграфического комбината, который очень внимательно отнесся к изданию. И издание получилось профессионально сделано, полиграфически профессионально сделано. Вот здесь на выходных данных есть все значения. Прописана также вся команда, с которой вы работали. Вся команда прописана, да. Сам макет, верстку. Это, конечно, я делала, потому что у меня по образованию я закончила Московский полиграфический институт. И в этой книге использованы традиции русской книжности. Почему я говорю книжности? Потому что именно Фаворский как раз пропагандировал в свое время, чтобы книга была книгой, а не просто вот таким материалом, который посмотрел и бросил в корзину. Поэтому здесь выверен цвет, выверена композиция книги, выверен объем книги. И это дает возможность относиться к ней как к искусству книги. И когда пришла мне информация, что можно этот проект выдвинуть на конкурс патриарши, я подумала, думаю, ну, возьму и пошлю. В интернете взяли адрес, написали заявку, по почте отослали три книжки. И я даже немножечко и забыла про эту ситуацию. А потом буквально за неделю мне отец Николай Балан звонит из издательского отдела и говорит, Людмила, вам надо приехать, вы попали в число призеров. Ну, я, конечно, подпрыгнула на стуле. Вроде когда что-то сделала и забылась, а тут вот тебе конфетка такая получилась. Интересно. Значит, получается, что это результат работы единомышленников. В основном это тверские мастера, лучшие люди областной столицы. Очень хорошо мне помог в создании иллюстрации Пётр Малыгин, когда я принесла ему первые прориси, прорисовки. Он говорит, а у тебя нет главной темы. Я говорю, а какой главной темы? А говорит, у тебя нет того момента, когда Михаил Тверской покаялся. Значит, сначала он был князь, воин, а потом, когда ему надо было ехать в Орду за други своя, он на реке Нерли под Кашиным, что, значит, исповедовался своему духовнику отцу Иоанну. И там вот с этого момента в иллюстрациях у меня над Михаилом Тверцким есть нимб. До этого он был просто князь, воин, муж, отец. А тут он уже пошёл на крестный путь с этого момента. И потом я к Малыгину обратилась, я когда нарисовала всю эту композицию, я говорю, у меня как-то нет финала. Ну, некоторые святые, они там руку положат на голову, человек выздоравливает там или что-то скажут, и всё исправляется. А что Михаил Тверской сделал такого? Он сказал, а он же покровитель Твери. Это действительно так. Если бы не было Михаила Тверского, наша бы Тверь не существовала до сих пор. И поэтому в последнем листе, в последнем рисунке, я сделал Тверской Кремль не традиционно, как он там есть, а в таком как бы окружении, что как бы он окружил город Тверь. И вот эта вечно горячая свеча неугасаемая, и духовность Михаила Тверского у меня там изображена на последней иллюстрации. Ну, получается, что теперь вы через изобразительное искусство пытаетесь современному человеку рассказать о каких-либо исторических фактах. Особенно это важно для молодёжи знать о судьбе Михаила Тверского, нашего покровителя. Вот у меня вопрос к вам как к творческой личности. Вы всё-таки стараетесь идти таким путём соединения вымысла и, например, исторической правды, или что-то нечто третье ищите? В любом случае, когда художник рисует, у него, конечно, присутствует вымысел. Как говорили мои учителя в полиграфическом институте Андрей Голицын, они говорили о том, что художник должен знать ещё очень хорошо материальную культуру того времени. И когда я начала работать над этой серией, конечно, я перерыла много исторических книг, но сейчас с интернетом всё это проще. Надо было выяснить, какой костюм, какая архитектура, на каком месте какая пуговичка пришита. Может быть, это кажется немножко рутинно, но это создаёт тот дух, то время. И самое интересное, что художники 14 века, они делали композиции в одном листе, 3-4 композиции, даже иногда по времени неблизко связанные. То он здесь вот родился, тут уже княгиня выросла, тут она уже едет на венчание к князю. То есть надо было соединить все эти моменты, чтобы можно было видеть. Я в своё время всегда говорила, что такой принцип изображения был в то время принят, потому что было много неграмотных людей. Ну, прочитали один раз книгу, а надо же повторять, передавать детям, внукам. И тогда по картинкам... Они читали, получали информацию. Вот он здесь вот родился, вот он приехал, вот он уже в Орде. Очень трудно было найти изображение пейзажа или как бы архитектуры Орды, потому что она же как бы... Это поле, это шатры, это было трудно найти. Но недавно тут был фильм, посвящённый татаро-монгольскому игу, и там я посмотрела кадры этого фильма, там были видны все эти глиняные сооружения, какие были, и я чуть-чуть оттуда эту информацию взяла из этого фильма. В своём творчестве вы стараетесь работать сериями, трудитесь над сериями. Как подходите к этому всегда? Ну, прежде всего я читаю материал. Начинаете с истории, я так понимаю. С истории, да. С времени, история и тот текст, который у меня перед глазами. Потом я делаю прорисовки. Вот, к сожалению, я не взяла, надо было бы мне прихватить. Ну, как режиссёры говорят, раскадровку. То есть одна композиция, другая композиция, как они перетекают. Какие-то такие реперные точки намечаю в своём плане. А потом уже начинаю потихонечку прорабатывать, уточнять, увеличивать, в формате работать, переводить, ещё раз переводить. Я работаю на кальке обычно, чтобы можно было чуть-чуть подвигать. И в результате получаются уже листы. Листы эти я выполнила не в афорте, не в гравюре, а выполнила акварельными красками с чёрной прорисовкой. Ну, как говорится, пером. Но сейчас перьев нет, тогда тонкие, красивые фломастеры. Такие прочерки сделаны. Видела вас, снимают активные федеральные каналы, весь мир знает, к вам приезжают, записывают интервью. Вы обладаете, скажем, талантом, и у вас богатая биография. Как вы передаёте всё, что знаете, своим ученикам? С ученикам? У меня жизнь сложно складывалась. Когда я закончила полиграфический институт, там некоторое время поработала в Москве в издательствах, показалось очень, ну, как-то напряжённо ездить туда, и время было такое сложное. И я 14 лет проработала во дворце школьников, вела детскую студию. Студию мы организовали очень интересно. Она была... Мы там преподавали рисунок, живопись, композицию, и Инесса Сергеевна Петрова вела историю искусства, чтобы раньше в таких детских студиях не предполагалось. И первые пять лет, я уже, наверное, говорила, я в каждом ребёнке видела гения. Я горела просто. Вот всё. И из этого периода остались в основном все мои друзья, ребята, которые выросли, выучились, закончили вузы. Это Ирина Румянцева, Андрей... Нет, Андрей Кулаков не учился у меня. Оля Пушко. Ну, в общем, много таких вот ребят, которые закончили потом уже вузы. Наше художественное училище, оно первые годы тоже было очень, ну, такое сильное, потому что там преподавал и Шумилов, и Дочкин, и Запруднов. Такой актив был художественный. Вот потом, следующие пять лет я... Приходили ко мне дети. Я видела, этот будет рисовать, этот не будет. И я уже без каких-то иллюзий. Ну, всё хорошо, всё... То же, какие дети поступали, учились, всё нормально. А я забыла ещё про Иру Арзамасову сказать. Она в тех же традициях ведёт студик, когда с детьми она подруга, она учит их, она играет с ними и даёт хорошее образование. А последние пять лет я говорила, начинаете заканчивать. Я думала, всё, ребята, Юга, давай уходи, потому что ты не несёшь ничего детям. А раз ты не несёшь детям, значит, лучи уйти. И я ушла. И остались только единицы. Да, но остались единицы, с которыми мы дружим по сей день. Некоторые стали врачами, как Сергей Исаенко, стоматологом стали. Но всё равно это помогает. Японцы с покон веков преподавали очень серьёзно художественное, изобразительное искусство в своих школах, потому что это развивает мысль художника. В мировидении. А наш любимый народный художник Николай Дочкин, он когда выступал, он всегда говорил, вот вы сидите на стуле, а этот стул кто нарисовал? Художник. А вот вы держите книжку, художник, а у вас ручка в руках. А кто её нарисовал, первые рисунки сделал? Художник. То есть во всём, что есть, во всём Божьем мире, художник начинает, а потом уже идёт архитектор, инженеры и так далее. Людмила Георгиевна, ну вот, поесть о Михаиле Ярославе Четверском, житии Анна Кашинской. Хочется, чтобы увидели, почитали, посмотрели как можно больше людей. Что будет дальше с этой книгой? Ну, такая идея в администрации, в Тверском правительстве, как бы рождается или созревает. Они хотят сделать переиздание. Ну, если получится, переиздадут. Будет замечательно. Потому что вот этот первый тираж, он пошёл как подарочный тираж. Губернатор на юбилее Михаила Тверского в драмтеатре эту книгу раздал просто всем приглашённым на это торжество людям. Где-то 700 книжек просто ушло в народ. Но, с одной стороны, хорошо, что оно не залежалось на полках. И часть тиража, у меня было где-то порядка 15 книжек, я раздала по библиотекам. Людмила Георгиевна, а чем вы сейчас профессионально занимаетесь? Только что закончился у меня проект «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Вот эти иллюстрации. Да, вот эти иллюстрации. Давайте их покажем нашим телезрителям. Первую. Да, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Эта тема у меня даже возникла раньше, чем Михаила Тверской. Она у меня немножечко полежала, пока я занималась Михаим Тверским. Потому что Афанасий Никитин – это соль земли Тверской. Это история. Он раньше, чем Васка Дегама, приехал в Индию. Это человек, который, несмотря на все житейские трудности, вот почему я эту иллюстрацию сюда взяла на передний план. Вы представите себе, утлое суденышко, огромное море, Индийский океан. И вот он в этом Индийском океане, среди волн всего, сколько же надо было мужества, сил, чтобы добраться до Индии, потом вернуться на родину. Но самое главное, находясь в этом путешествии, он никогда не терял связи, духовной связи с Тверью. Потому что, когда он был в Индии, в Парвате, в индийском храме, он писал в своих записках, этот храм с пол Твери, ассоциации. Или на Филиппов пост я был там-то. Или я встретил в Бедаре четвертую Пасху. Хотя он иногда путался во времени, терялся во времени, но он всегда был душой, и своим, как бы, душой, своим духовным состоянием был связан с Тверью, с Родиной. Этот человек, который чуть-чуть не дошел до Твери, не хватило сил ему добраться до Твери. Это очень красивый образ. Это, я считаю, что после Михаила Тверской следующий, как бы, почетный, если говорить современным языком, почетный герой нашего времени. И еще у нас есть один интересный проект. Это сделали совместно с Николаем Погорелым и с нашим Краеведческим музеем к юбилею, к возрождению Спаса Преображенского собора. Это церковные ценности, сохраненные Краеведческим музеем и Спас Преображенского собора и монастыри. Вот здесь вот Спас Преображенский собор. Вы представляете, когда мы снимали эти книги и когда мы берем книгу 13-го, конца 13-го века, Евангелие, которая все зачитанная и которой до этого не брал никто вот спустя там 100 лет в руки и вот эта вот трепетность отношения к этой книге, а какие там иллюстрации, а какое там золочение, какая ветхость, потому что первое время музейщики переживали, что вот-вот, церковники заберут у нас. Да не заберут они, потому что это невозможно держать в руках. И вот только благодаря замечательной музейной съемке Николая Владимировича, у него прошла выставка по этим вещам, есть возможность все это увидеть вблизи. Если вот эта книга небольшого формата лежит в витрине, ее не увидишь. А когда он снимает вот так крупным планом и видно вся ювелирная работа, как обрез, как все это сохраняется, какое книжное искусство, какие здесь у нас развороты. Это Евангелие держало, это Михаил Тверской в руках. Вы можете себе представить? Это просто до слез было, когда мы снимали эту книгу. А какие потиры, все это какая-то ручная работа, от них просто веет вот тем временем, как будто бы на крылышках судьбы, истории, перелетаешь туда и так сверху смотришь. Господи, да чего же там все классно? Да и у нас неплохо. Людмила Георгиевна, но это уже продолжение другой истории. Мы обязательно вас пригласим в студию, поговорим более подробно об этих проектах. Спасибо вам. Спасибо вам. Это была программа Прямой эфир. Всего доброго и до новых встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова